О воскресных антикоррупционных митингах в России поговорим с российским политиком, бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Как вы считаете, насколько масштабны эти митинги и что это значит? Ну, конечно, весьма масштабны. Масштабны, прежде всего, географии. 100 городов в общей сложности приняло участие в этом митинге. И это, конечно, очень большой результат, качественно, на самом деле, меняющий ситуацию. Потому что до сих пор, ну вот у нас был момент, когда только начинался так называемый болотный процесс, вышли регионы. Но это были даже не все областные центры, то есть половину меньше. А дальше, в основном, это продолжалось в Москве. А сейчас Москва даже не была в числе лидеров. Не самый большой митинг был в столице. Это очень важно. О чем они могут говорить вообще, в принципе? Ну, они говорят о главном, что пассионарный потенциал общества, он никуда не делся. И что процесс, похожий на украинский Майдан в России, он абсолютно возможен и, более того, вероятен. Что люди не выходят только потому, что они не видят лозунгов, которые были бы им близки. Вот сейчас попало в резонанс с ними, и они тут же вышли. Как вы думаете, направлены они все-таки на коррупцию или на определенных персоналей? Нет, я думаю, что, конечно, это протест против системы, против несправедливости, я бы даже больше сказал. Там социально-экономического устройства страны против той системы, которую люди не принимают и считают, что она их грабит. То, что это персонифицировано было в фигуре премьер-министра, это скорее как раз способ было вывести людей. Дело в том, что у нас же Кремль сам очень любит играть в игру, что вот есть добрый царь Путин и при нем плохие бояре. Поэтому сам Кремлин постоянно сливал недовольство на правительство. И получается, что их же собственная тактика, она против них и сработала. А о поддержке российской интеллигенции. Это свидетельствует, что режим Путина начинает терять поддержку и поддержку российского общества? Я бы не делал такие обобщения, потому что россияне сейчас, ну вот очевидно, делают разницу. Что вот есть там Путин, вот он занимается внешней политикой, там Россия встает с колен. Хотя, конечно, на самом деле это не так, а наоборот. А с другой стороны, есть экономика и в экономике все плохо. Но это и правильный способ постепенно эту ситуацию разогреть, раскачать и людям объяснить правду. То есть сначала они должны выходить, потому что жить сложно и плохо, и дорого, и бедно, все остальное. А потом уже правильно идентифицировать, кто в этом виноват. А как вы оцениваете позицию официального Кремля? Никакой реакции? Ну, Кремль этого явно не ожидал. То есть изначально была такая тактика на замалчивание, была определенная растерянность. Здесь же есть еще такой фактор, что вышла такая совсем-совсем молодежь. Там многие окрестили это митингом детей. Ну, это тоже не точно и неправильно. Но действительно протест очень сильно помолодел. И в этой ситуации как-то бороться с детьми. Ну вот у вас в Украине попробовали побороться с детьми. И закончилось это все печально. Кремль, конечно, на этот опыт смотрит внимательно. А в какой степени протесты связаны с последствиями международных экономических санкций? Я не думаю, что они связаны в прямую. То есть в том плане, что санкции, конечно, в общей сложности влияют на ситуацию в России и не в лучшую сторону. Но россияне просто их так не воспринимают. Им по телевизору про эти санкции мало что рассказывают. Вот если рассказывают, то как раз в том контексте, чтобы людей дополнительно позлить и консолидировать против вот этого зловредного Запада, который нас душит. Поэтому, конечно, объективно проблемы созданы санкциями в том числе. Но это явно не первоочередная причина. По-вашему, эти протесты могут перерасти во что-то большее, чем единоразовая? Я думаю, что они будут расти безусловно. Здесь, конечно, много зависит от руководства протестным движением. Все-таки у Алексея Навального есть очень сиюминутная задача. Это собственная раскрутка в преддверии его президентской кампании, в которой он, в общем-то, принимать участие права не имеет. Но он, по-любому, конечно, рвется к власти и хочет это использовать именно для достижения этой цели. Но из этого не следует, что ситуация может не измениться, и его планы могут каким-то образом поменяться. Поэтому важно, конечно, чтобы у этих протестов не было бы такого единоличного диктаторского руководства, чтобы там не было вождизма, чтобы в конечном итоге, даже если Навальный достигнет успеха, дай ему Бог, чтобы мы не поменяли Путина на Путина 2.0. В Украине многие симпатизируют российским оппозиционерам. Оправданы ли эти надежды? Мне кажется, что в интересах вашей страны иметь предсказуемого и мирного соседа, который больше не будет воевать, захватывать земли, будет дружить, торговать, с которым можно иметь хорошие взаимосвязи. Тем более, что все-таки количество и родственных отношений очень большое и так далее. Мне кажется, конечно, если власть сменится, если придут те люди, которые сейчас находятся в оппозиции, отношения существенно улучшатся. В зависимости от того, кто придет, будет разный градус улучшения отношений. Разные люди будут занимать позицию по той же проблеме Крыма, например. То, что в любом случае война на Востоке прекратится, в этом я абсолютно уверен. И хотя бы ради этого, мне кажется, стоит. Мы все на это надеемся. Спасибо большое. Спасибо. Напомню, у нас в студии был Илья Пономарев, российский политик, бывший депутат Государственной Думы. Говорили о протестных настроениях в России.